Здравствуйте, вы на канале Реальной Книги. Сегодня мы с вами поговорим о колыбельной песне «Спят усталые игрушки». Аркадий Островского не зря называют усыпляющим автором. Автору принадлежат колыбельные песни, которые знает каждый ребенок. «Спят усталые игрушки» не исключение. Более того, это произведение одно из самых иноменитых в активе композитора. Аркадий Ильич получил известность также как автор песни «Пусть всегда будет сон». А в этом видео мы проанализируем особенности песни, расскажем об истории создания шедевра, а также характеризируем ключевые его образы. Кто не знает известную колыбельную песню авторства писательницы Зои Петровой, музыку к усталым игрушкам написал Аркадий Островский, композитор-легенда. Песню признали самой популярной авторской колыбельной. Год рождения произведения – 1944 год. О создании песни, в частности, вспоминает сын композитора. Так упоминается, что именно Аркадий Ильич Островский предложил идею произведения. Начался процесс работы над песней. Авторы очень быстро создали это бессмертное творение. По словам Олега Анофриева, одного из исполнителей песни, текст и музыка колыбельной появились почти молниеносно. Времени было мало. Аркадий Ильич дорабатывал произведения буквально на коленях на ходу. Композитора ждали в студии, чтобы записать песни. Так что композитор добавил в нотные записи последние правки на ногах около пианино. Телевизионную передачу под милым названием «Спокойной ночи, малыши» тоже наверняка знает каждый ребенок из того поколения. Песня Островского прекрасно подошла в качестве вступления к этой телевизионной программе. Первый выпуск «Спокойной ночи, малыши» пришелся на 1 сентября 1964 года. И здесь сразу же звучала бессмертная колыбельная. Исполнительницей песни выступила Валентина Дворянинова, легендарная певица. Шедевр Островского и Петровой пережил несколько редакций. Со временем песню добавили третий куплет. Зоя Петрова закончила эту часть в 1982 году. О дополнении песни попросил режиссер Александр Татарский. Дело в том, что Александр Татарский и Эдуард Успенский в этот период работали над новой пластилиновой заставкой для передачи. Третий куплет отличался более выразительной визуальностью и образностью. Именно поэтому понадобилось дорабатывать произведение. В 1980-е годы детская передача перетерпела изменения. Произведение Островского чередовалось с другой детской песней «Спимая радость усни». Произведение отличалось от классических колыбельных и русских народных песен. Во-первых, песня была авторской, а не коллективной. То есть «Спят усталые игрушки» не принадлежит фольклору. Во-вторых, наблюдалось отличие в образах традиционных колыбельных и этого произведения. Популярные современные детские песни не изображают образ дома, родного места. Здесь также отсутствует материнское обращение к детям. Вопреки этой тенденции шедевр Островского и Петрова отличается образами всеобщности, ведь все люди должны ночью спать. Известность колыбельной привела к появлению разнообразных пародий на произведение. Финальная версия произведения содержит четыре куплета. В каждом куплете по пять строк. Колыбельная отличается высоким уровнем образности. Зоя Петровна доходчиво объясняет малышам, почему ночью спать, чтобы набраться сил перед новым днем. А также спать нужно потому, что не с кем играть, ведь все друзья, игрушки и вещи тоже спят. В колыбельной латентно присутствует образ матери. Это рассказчик, человек, который поет песни, убаюкивает. Успешное сотрудничество композитора и писательности повторилось вновь. После творческий дуэт работал над созданием небезызвестного произведения «Купила мама Леша. Отличные галоши». Олег Анофриев оставил любопытные воспоминания о создании усталых игрушек. Аркадий Ильич, как говорит певец, отличился легким отношением к детским произведениям. Красота мелодии сначала заставила Анофриева усомниться в значимости новой колыбельной. Однако певец все-таки согласился исполнять песни. Удивительно, но усталые игрушки оказались знакомыми и для Александра Татарского. Большинство людей ассоциируют песни Островского с пластилиновой заставкой режиссера. Кто сегодня не вспомнит «Пластилиновые вороны» или шедевр о прошлогоднем снеге? Это тоже шедевр авторства Татарского. В 2000-х годах вступительная песня авторства русского режиссера была отредактирована, обновлена и снова запущена в передачу. Спасибо, что были с нами. Вы были на канале Реальной книги. Подписывайтесь на канал и изучайте литературу вместе с нами.